В округе стартовал проект «Лаборатория грантов сделана в Люберцах». Опытные эксперты помогают инициативным жителям подготовить свои социально значимые проекты и рассказывают, как получить необходимое финансирование для их реализации. Подробнее расскажем в сюжете. Вот если вы бы оценили такой проект, вот есть идея сделать приложение. И что же самое главное будет? Самый главный будет механизм вовлечения аудитории в это приложение. Эксперты региональных и федеральных грантовых площадок поделились своим опытом и рассказали о социальных инициативах, которые можно поддержать дополнительными финансовыми влияниями. Также новичкам было интересно узнать, как грамотно составить проектную заявку и подготовиться к защите проекта. Очень здорово, что ребята сами задают вопросы, что ребята интересуются, что ребята интересуются в разрезе своих идей, своих инициатив. И то есть уже видно, та обратная связь, которая нам нужна, что они уже генерят совместно с экспертами, которые им рассказывают о проектах, они генерят параллель свои идеи, истории и уже видят точки соприкосновения, точки применения. Видят плюсы, минусы, то, что стоит доработать и то, что действительно будет выкрашено именно в их истории. В зале культурно-просветительского центра собрались руководители некоммерческих организаций, представители общественности и молодежных сообществ. Все они – потенциальные соискатели грантовой поддержки. Возможность представить и обсудить свои проекты была у каждого. Мне понравилось данное мероприятие. Я узнал, как использовать грант, как его получить, узнал о новых проектах. И я хочу сказать большое спасибо организаторам данного мероприятия. Родились новые идеи, новые возможности. Надеюсь, выплачу их в реальность. Федеральная история грантов набирает обороты по всей стране. Только на платформу «Росмолодежи» каждый год подается более 50 тысяч проектов. Многие инициативы уже поддержаны. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.